Здравствуйте, это Рынки, в студии Алифтина Пенкальская. Запрет на экспорт бензина из России сейчас обсуждают власть, об этом сообщает источник РБК, повод аварии на НПЗ Лукойла в Нижегородской области. Ранее в компании заявили, без особых подробностей, правда, что на заводе остановлена одна из установок каталитического крекинга. В Минэнерго спустя несколько дней подтвердили, что произошло снижение производства бензина. Формулировки везде довольно мягкие и обтекаемые. Между тем, по данным источников Интерфакса, сам Лукойл уже приостановил поставки бензина за рубеж, чтобы направить эти объемы на внутренний рынок. При наличии такого обсуждения по поводу запрета экспорта в целом, котировки Лукойла довольно стабильные, по итогам вчерашнего дня просели чуть более чем на 1%. Инвесторы довольно спокойные. Почему и что происходит, поговорим и обсудим, ну а также затронем другие громкие истории текущей российского рынка. Слухи о том, пока еще слухи. Подчеркну о том, что ВК готовится выкупить солидный пакет «Озона» у инвесткомпании «Баринг Восток», а также ожидания дивидендов от «Фикс Прайс» и «Глобал Транс». Насколько оправданы вот эти вычаяния телеграм-каналов и частных инвесторов. Ну и вторая наша тема на сегодня. Сегодня Центробанк российский сообщил о рекордном росте объема денежной массы в России. Вообще, за денежной массой довольно пристально следят многие аналитики, не только макроэкономисты, но и инвесторы. Попробуем разобраться, какие действительно выводы можно сделать вот из этих данных Центробанка и о чем сигнализирует такой рост денежной массы, чем это в итоге может закончиться. Но сначала вкратце о происходящем в мире. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется, но на нефть и золото при всем при этом пока еще это не сильно влияет. Эта ночью Иран нанес удары ракетами по позиции боевиков исламского государства. Это запрещенная в России террористическая организация. Эти позиции располагались в Ираке и Сирии. В том числе под обстрел попали американские объекты, в частности консульство в Ираке. Однако рынки, кажется, не слишком верят в развертывание полномасштабной войны, противостояния США и Ирану. Но, по крайней мере, нефтяные котировки об этом не говорят. Так, стоимость нефти сегодня даже снижается, теряет больше полупроцента. Бочка Brent 78 стоит. Также снижается цена золота. Такой традиционный популярный актив в период геополитической нестабильности. Сегодня торгуется тройская унция ниже 2050 долларов, ну, по крайней мере, на текущий момент. Что касается торгов на фондовых рынках, то азиатские площадки сегодня с утра в красной зоне. Вот, возможно, из-за такого очередного витка геополитического обострения, но пока еще не слишком сильного. Индекс Мосбиржи накануне протестировал сопротивление в 3200 пунктов и отпал. Не исключено, что на российский рынок давит, опять-таки, все-таки дешевеющая нефть, глобальные укрепления рубля. Российская валюта и в понедельник, и сегодня укрепляется. Ну, вот, к евро сегодня, к доллару в целом стабильно. Доллар торгуется на текущий момент, на текущую минуту в районе 87 рублей 70 копеек. Евро 95 рублей 70 копеек. Давно такого не видели, вот снова. Ну что ж, переходим уже от краткого обзора, происходящего на рынке, к нашим двум главным темам обсуждений. Начнем мы с российского рынка. И с нами на связи управляющий активами Роман Андреев. Роман, приветствую. Доброе утро. Всем доброго. Начну, наверное, с нефти. Первый вопрос такой, да, более глобальный. Как вы считаете, возможно, у вас какие-то предположения? Мне кажется, что ситуация на Ближнем Востоке все-таки накаляется день от дня. Но, тем не менее, нефтяные котировки как-то слабо на все это реагируют. Какого-то роста, казалось бы, до 100 долларов за баррель мы не видим. Почему? Ну, надо сказать, что несмотря на то, что котировки нефти действительно сейчас торгуются в районе минимумов прошлого года, тем не менее, стоим мы достаточно много. В районе 80 долларов, как вы верно сказали. Так что, в общем-то, не сильно-то и, скажем так, неправильно нефть стоит на текущий момент. Плюс ко всему, пока что бабушка надвое сказала, будет ли очередной виток напряженности. Да, периодически там выбегают хуситов куда-то стреляют, потом по ним стреляют, потом Иран куда-то выстрелит. Но на ширкомасштабные боевые действия это не похоже. Хотя, скорее всего, к ним дело и идет. Иначе непонятно, зачем вообще вся эта заварушка начиналась. Но, тем не менее, сейчас на одной стороне весов, в общем-то, пока не сильно активные действия исламского мира, который, видимо, выступает против евреев. А с другой стороны, у нас снижение цен Саудовской Аравии на нефть отпускных. Ну и, собственно говоря, риторика ОПЕК, которая пока что, несмотря на то, что обещает продолжать снижать свою добычу, не может добиться роста котировок на нефти. То есть у нас идет, грубо говоря, борьба, так, американского госдепа с ОПЕК+. И пока что ничья. Все козыри уже на столе, никто из рукавов новых козырей доставать не собирается. И пока не начнутся, не дай бог, конечно, но ширкомасштабные действия на Ближнем Востоке, скорее всего, котировки нефти будут находиться на текущих уровнях. В общем, нужна какая-то козырь, какая-то гирька, которая перевесит все аргументы ОМ. Да, но пока там 75-82 примерно в этом коридоре, я так понимаю, вы считаете, что будут котировки сохраняться. Хорошо, Роман, от более глобальной нефти уже к российской нефти, российским нефтепродуктам. Ситуация с НПЗ Лукоэла. Вот что меня интересует в этой ситуации. С одной стороны, вот эти постоянные данные на неких источников, вот и РБК, и других российских СМИ, не только РБК об этом сообщает, о том, что уже на самом высоком уровне обсуждает возможный запрет снова на экспорт бензина из России. И, казалось бы, ситуация, можно сделать вывод из этих сообщений, довольно серьезная. Источники интерфакса говорят о том, что сам Лукоэл уже приостановил экспорт бензина, все направляет на внутренний рынок, и при этом котировки Лукоэла как-то не сильно вообще на всю эту ситуацию, как мне кажется, реагируют. Насколько вообще эта авария на НПЗ, на ваш взгляд, является ощутимым ударом для компании? И вообще, какую долю занимает НПЗ в структуре выручки Лукоэла? Какие-то ваши тоже соображения по поводу этой ситуации? Ну, на самом деле, вы совершенно верно сказали, долю достаточно небольшую занимает НПЗ в структуре выручки Лукоэла, поскольку Лукоэл это прежде всего нефтедобыча, а не нефтепереработка. Я вот точных цифр назвать, к сожалению, не могу, но не очень значительно. И несмотря на то, что Лукоэл, на мой взгляд, стоит довольно-таки дорого, дороже среди всех нефтяных компаний и котировки, его действительно не мешало сходить пониже. Но, видимо, игроки все еще рассчитывают на то, что будет волшебный байбэк, видимо, выше исторического максимума, который Лукоэл подарит своим акционерам. Спойлера, конечно, нет, ничего такого не будет. То есть вы в этот волшебный байбэк, который уже с августа обсуждается, не верите? Абсолютно не верю. Нет, я верю, что он будет, но он будет, как и вообще нормальные времена, по ценам гораздо ниже текущих, а не по ценам выше исторических максимумов. Поэтому я думаю, что сейчас скоро игроки губу закатают, и если цена нефти не пойдет наверх, то, скорее всего, начнут валить нефтянку. Прежде всего, наверное, Роснефть и Лукоэл, но может быть еще и Газпромнефть, хотя она еще более-менее окей. Ну, а что касается всей России, то доля нижегородских НПЗ там небольшая, всего 5%. Но, несмотря на это, вопрос о запрете экспорта нефти за рубеж, на мой взгляд, достаточно актуален. Потому что наверняка спекулянты приведут к росту цен на бензин и нефтепродукты, а в условиях, так сказать, нашей развивающейся и импортозамещающей экономики это будет не очень хорошим подарком для, собственно говоря, инвесторов. Поэтому, возможно, авария на НПЗ Лукоэл станет просто той сурдинкой, под которой вот это решение, не очень, конечно, всем понравившееся, проведут. Хорошо, Роман, вот ваша мысль меня зацепила по тому, что если цены на нефть не будут расти, если я все правильно поняла, то вы считаете, что вот уже в каком-то ближайшей перспективе акции российских нефтяников начнут идти вниз. Правильно я вас поняла? Ну да, еще технически мы сейчас находимся в районе возможной отрессовки правого плеча фигуры голова-плеч, которую мы формируем с осени прошлого года. Ну да, Роман, смотрите, если вот брать ваш этот сценарий, что, предположим, ну как вот, то есть у вас есть первый, я так миловаш прогноз, что цены останутся примерно в этом диапазоне, после этого вы сказали, что если цены останутся стабильными, то котировки российских нефтяник в ближайшее время пойдут вниз. Глобально будет это хорошей точкой для входа? Или в целом на 2024 год нефтянка, российская нефтянка не в числе ваших фаворитов? Ну, на самом деле, на мой взгляд, большинство нефтянки оценено уже более-менее справедливо, учитывая текущие цены на нефть. И я думаю, что если ситуация не поменяется кардинально, то, скорее всего, да, нефтяной сектор начнет проседать. Это не означает, что будет проседать и наш рынок. У нас есть полно бумаг, которые могут быть интернет-верх и без нефтянки. Там СГЕР тот же самый или Металлурги. Но нефтянки будут не самым интересным приобретением, вот как мне кажется. Однако же, я, поскольку оптимист, я считаю, что скоро произойдет что-то, что, во-первых, двинет котировки нефти вверх глобально, скорее всего, эскалация все-таки войны на Ближнем Востоке. И второе, да, собственно говоря, и первого тоже будет достаточно. Да хорошо, Роман, да, с нефтянкой тогда закончу. Хочу еще успеть обсудить одну там историю, другую с российского рынка. А вот сейчас читает телеграм-короналах непонятно откуда взявшиеся слухи о том, что ВК якобы собирается выкупать довольно существенный пакет Баринг-Восток в акционерном капитале Озона, там пакет около 30%. Слухи ничем не подтвержденные, непонятно. Но между тем, ВК у нас довольно бодро с начала года прям прирастает и по объему весьма-весьма неплохо. Что думаете по поводу этой истории? Стоит ли брать? Дыма без огня не бывает или бывает? ВК растет насчет эффекта низкой базы. Я не знаю, в этом есть определенное рациональное зерно, но тогда следует признать, что ВК это просто чистая вода из спекулянта. То есть есть смысл сейчас, поскольку обе компании убыточные, можно купить задешево, с дисконтом 50-70% долю, допустим, в Озоне, повесить на свой баланс, переоценить по текущей цене и опа, у тебя уже достаточно неплохая прибавка. И баланс выглядит более-менее неплохо. Можно даже продать сразу этот пакет, выкупить и сразу продать на СПО, например, по цене на те же 50-70% дороже. И опять-таки ты поправишь дела в своей компании. Напомню, что и ВК, и Озон, они в принципе пока убыточные компании. Но вот видимо, убыточные компании у нас в России стремятся к синергии и объединению, поэтому может быть какое-то рациональное зерно в этом есть. Но на самом деле, если в ВК менеджмент на такую, скажем так, авантюру пойдет, ну надо делать выводы по поводу вообще уровня корпоративного управления. На мой взгляд, это будет не самая хорошая идея, а на ней можно заработать. Ну как мне кажется, вообще отличается тем, что за последние два года скупают все подряд и входят во все проекты, ряд из которых вызывает у аналитиков вопрос. Спасибо большое, Роман. С нами на связи был Роман Андреев, управляющий активами. Обсуждали мы, успели обсудить и глобальную нефтяную ситуацию, и российских нефтяников, и вот какие-то истории заметные российского рынка. Ну а вот уже от более конкретных историй перейдем к общему, к российской экономике, обсудим денежную массу. Итак, ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы в России. Итак, в декабре минувшего года, 23-го, добавилось в денежную массу М2 почти 6 триллионов рублей. Таким образом, по итогам года денежная масса выросла до 98,5 триллионов рублей. Подробно во всех нюансах, я надеюсь, с хорошими разъяснениями, все это обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Андрей Милащенко, экономист по России, СНГ+, Ренессанс Капитала. Андрей, приветствую вас. Доброе утро. Вообще, денежная масса, я заметила, что в последнее время стало как-то прямо модно. И часто вижу и посты различных аналитиков, и даже просто инвестблогеров, которые пытаются обсуждать, делать выводы насчет денежной массы, следят за ее динамикой. Смотрите, Андрей, сначала хотелось бы понять, вот вы как считаете, стоит ли следить за этим показателем, вот обычному розничному инвестору, просто интересующемуся человеку, и какие практические выводы можно сделать, исходя из динамики и объема денежной массы? На что она влияет? Ну, если розничный инвестор уже освоил такие понятия, как экономический рост, рост цен, ставки, немножко устал обсуждать эти темы, то, в принципе, может обратить свое внимание, конечно, и на динамику денежной массы. Если мы говорим о М2, то динамика М2 – это один из показателей экономического роста. Данные по номинальному ВВП нам будут доступны еще не скоро, а из динамики М2 мы можем некоторый вывод сделать о темпах расширения экономики. Динамика М2 – это еще один индикатор жесткости денежно-кредитных условий. Мы, несмотря на рекордный рост в декабре, мы видим, что годовая динамика в втором полугодии прошлого года снижалась, что, в принципе, говорит о том, что денежно-кредитные условия ужесточались в экономике. Ну и структура денежных регатов, в том числе М2 – это, безусловно, индикатор настроений, рисков. Если в 2022 году мы видели рост М2 на фоне индивидуализации в экономике, то во втором полугодии прошлого года мы видели перераспределение между такими составляющими М2, как срочные и текущие депозиты в пользу первых, что отражало повышение ключевой ставки и, соответственно, рост привлекательности таких инструментов. Ну вот плюс 6 триллионов рублей М2 за декабрь – это вообще нормальный темпы прироста? С чем они связаны? Ну, всплеск денежной массы в конце года – это достаточно традиционная история. Это связано, прежде всего, с пиком бюджетных расходов, который приходится на последнюю декаду декабря. В принципе, мы, соответственно, видим рост денежной массы в связи с этим. Если мы говорим не только про денежную массу, но и про денежную базу, то тоже можем делать некоторый вывод. Допустим, оперативные данные свидетельствуют о том, что в части денежной базы в первой половине января мы видим дополнительное расширение за счет средств кредитных организаций в Банке России, что говорит нам о том, что, в принципе, это бюджетный стимул и, соответственно, траты федерального бюджета продолжились в начале следующего года. Поэтому мы видим, что, в принципе, авансирования можно ожидать, как и в прошлом году. Из этого тоже можно сделать некоторый вывод в части потенциальной динамики спроса в начале года. Угу. Смотрите, Андрей, часто вижу такой вывод, что денежная масса у нас все-таки, вы, конечно, отметили, что в целом за второй полугодий у нас, если я вас правильно поняла, негативная динамика в объеме денежной массы. Правильно вас поняла? В годовом отношении, безусловно. Да, да. Но в целом денежная масса растет и делают многие выводы, что, поскольку растет денежная масса, рынок акций у нас тоже растет, поскольку туда идут новые деньги. Насколько, как вам кажется, это правильный вывод? Я немножко поправлюсь. Все-таки динамика не негативная, а замедляется. Замедляюще, да. Правильно, быстро. Да. Что касается потенциального влияния на финансовый рынок, ну, как правило, расширение денежной массы, это рост кредитования, безусловно, это положительный фактор для, прежде всего, финансового сектора. И, соответственно, некоторое замедление может быть негативно воспринято. Но если мы говорим про потенциальный приток средств населения на, допустим, тот же самый фондовый рынок, то сложно сделать какой-то назначенный вывод из динамики денежной массы. Скорее нам говорит о предпочтениях частных лиц. Мы видим рост, соответственно, депозитов срочных. Люди переводят свои средства с текущих депозитов, что говорит о том, что, в принципе, могут быть ограничены возможности для пополнения тех же самых брокерских счетов. Но, опять-таки, только с денежной массой такой вывод сделать нельзя. А приводит ли увеличение денежной массы, пусть и замедляющейся, но, тем не менее, к разгону инфляции? Ну, как я сказал, денежная масса – это скорее индикатор, и индикатор уже состоявшегося. Мы видим, что денежно-кредитные условия ужесточаются, в том числе замедление темпов денежной массы, нам это говорит. Что, в принципе, нам говорит несколько в обратном о том, что, если, соответственно, снижаются темпы роста денежной массы, кредитные условия ужесточаются, можно, в принципе, ожидать и некоторого снижения инфляционного давления. То есть, словно говоря, по динамике денежной массы можно сделать вывод, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, вот это повышение ставки в несколько этапов, имеет свой эффект. Хотя при этом, при всем, читая туда последние сообщения о том, что, в принципе, кредитование по итогам 23-го у нас побило рекорды, и в 24-м, вот за первую неделю, тоже, в принципе, не замедляется особо сильно оно. Ну, у нас пока нет данных о кредитовании как по итогам 23-го года, так и в январе, соответственно. В принципе, ожидаемо, что повышение ключевой ставки придет к существенному замедлению кредитования, прежде всего, наверное, розничному. Это связано еще с ужесточением макропротенциальных мер и, в принципе, по постепенному сворачиванию ряда льготных программ. Поэтому, по мере снижения темпов кредитования, мы, конечно, увидим замедление темпов роста денежной массы в дальнейшем. Спасибо большое, Андрей. С нами на связи был Андрей Милащенко, экономист по России, СНГ плюс Ренессанс Капитала. Обсуждали мы данные об объеме денежной массы в России, который представил Банк России. ИЦБ сообщил регулятор, что в декабре 2023, как Андрей тоже отметил, это традиционно сильный месяц для денежной массы М2. Так вот, добавилось в систему почти 6 триллионов рублей в денежную массу М2. Таким образом, общий объем составил 98,5 триллионов рублей. Напишите, пожалуйста, следите ли вы за этим индикатором при принятии каких-то своих решений или при оценке состояния российской экономики. Ждем ваше мнение, оценки в комментариях на нашем YouTube-канале «ШБК Инвестиции». Обязательно подписывайтесь, там у нас все самые свежие выпуски рынков, новостей экономики. Следите за нами.